Ребятки, снова всем привет! Я собралась, иду в АТБ. Смотрите, тут в подъезде. Получается, вот, собственно, подъезд. И тут в подъезде прямо цветочки. Нифигашка себе. Прикольно. О, фокус теряется, потому что тут темно уже вечером, ребята. Сейчас полшестого вечера. Я иду в АТБшку. Чего-нибудь куплю покушать. Возвращаюсь, ребята. Возвращаюсь, потому что на улице дождь идет. Я хотела проскочить без золта. На улице идет дождь. И вот. И второе, что, ребята, я забыла маску. Может, тут совсем уже темнота. Открываем. Открываем. Не тот ключ. Не тот, ребята. Там были две квартиры. Пор. Открыла. Опа. Заходим. Так. Теперь. Ага. Один синенький. Но был черненький. Надо запомнить. Синенький. От этой. От черного тамбура. Так. Опа-па. Опа-па. Сейчас. Опа. Темно. Включим свет. Так. Что мне надо? Мне надо зонт. Где я его делаю? Сейчас, ребята, все найдем. Все. Зонт и маска. Я пошел. Это ж надо, ребята. Дождец. Зарядила. У меня какой красивый зонт. Видите? С танцующими людьми. Прям почти под цвет моей куртки. Ребята, уже смеркаются из-за дождя, из-за пасмурной погоды. Ну, быстро темнеет, короче. Иду в АТБ, хотя я, честно, не знаю, что там купить в том АТБ. Мне охота что-то горяченького, а там ничего такого нет. Мивина, ребят. Мивина спасает. Это я шучу. Редактор субтитров все ребята еду домой это в лифте зеркало классненько так ребятки я уже пришла проветривала тут сейчас покажу что я купила зашла надо разбежались не знала ребята насчет мивины оказывается не пошутила я подошла в витрине мне так захотелось прикиньте медвина что я взяла за место хлеба взяла вот такие вот две булочки типа как на хот-доге есть микроволновка можно их разогреть они станут более мягкие взяла сырок сливочный чтобы мазать взяла вот такая вот колбаска к пюрешке уже нарезанная вот такими вот слайсами и взяла себе сладость на сладость у меня вот шоколадочка все а еще зашла в магазин и женщина посоветовала попробуйте я первый раз жизни купила одну сардельку одну вот такой вот сказала что обалденные вышла на 20 гривен она так из короче прохожу в т.п. я потратила 60 гривен прохожу смотрю магазин называется типа трешка типа все по три гривен и зашла ребята а мне нужно было зубная щетка зубная щетка 8 гривен 8 ребята у меня нету я забыла взять зубную щетку пасту взяла щетки нема зубная щетка 8 гривен и смотрю лежат ножи я не знаю насколько они качественные короче взяла большой и маленький мне их вскрывали я пробовала их толщину они он такой он толстый толстый короче металлокерамика и он точится ребята 40 гривен 40 гривен нож но грех не взять и такой вот огромный видите вот но острый сегодня вот попробую на хлебе его 40 гривен такой нож и его братик маленький 28 гривен сейчас я вскрою блин не хочу нож портить чем тут есть отрезать ножницы я не знаю зачем я распечатываю наверно не надо я его дома он такой коротенький вот такая вот его длина 28 гривен прикиньте вот в этот распечатали вот неудобно его теперь вести он в это самое выско выскальзывает и скакивает хотя нет держится нормально короче два таких ножа и упаковка салфеток и дата 16 16 гривен главный салфетки такая огромная огромная упаковка 120 штук прикиньте 120 штук я в шоке все такие покупочки вот я сейчас собираюсь провести прямой эфир 8 вечера сейчас я позвоню детям и займусь прямым эфиром настрою микрофоны и всякое такое вот на канале артисты ребята кто пропустил прямой эфир на канале артисты в записи осталось можете посмотреть кому интересно перед отъездом этот халат постирала и он только высох и я его даже даже не гладила просто вот так вот не в неглаженом я так сейчас все поубираю буду готовиться к прямому эфирчик у ребятки показываю вам ребятушки прикол как я принято привезла зубную пасту короче не захотела я брать с собой целый тюбик он тяжелый он добавляет мне веса в рюкзак я взяла в такой вот баночки реально это зубная паста сейчас я не могу одной рукой открыть блин ребята не получается вот короче это зубная паста я выдавила в баночку чтоб весь тюбик не брать саш надо такое юля только главное я потом плотно закрою не могу одной рукой чтоб плотно и она хранится нормально хотя если честно по весу она стекляшка по весу она получилась почти как тюбик зубе паста я просто большой тюбик такой 100 граммовый ну а тут же полевого не масло грамм 50 наверное но зато на 50 грамм меньше у меня в рюкзаке постараюсь максимально чтоб не этот самый то и рюкзак получился тяжелый косметичка тут немного всего вот рюкзак получился тяжеловатый из-за того что я взяла два из-за дождей взяла два комплекта этого двое джинсов двое кроссовок поняли да тут короче открываем господи косметика вот так вот юля выдумщица никто зато никто не догадать подумать что за белый порошок белая глина а это зубная паста но симпатично так ребятки делаю бутербродик быстренько перед прямым эфирчиком делаю новым ножом слушайте резала этот булочку нож острый капец но мне нравится что у него это толстая сталь очень очень-очень тонна вообще не гнется какие-то такой тесак папка я себе нож купила 40 гривен пока не должен позвонить что-то не звонит у него еще там это самое вечерняя отправка посылок наметилась и он пошел и говорит что дождь у них там от прошел не было целый день пасмурный день но дождя не было а сейчас вроде как дождь пошел прикиньте так хорош сыра хорош сейчас я его положу в холодильник оп оп ребята да непривычно снимать вести съемку на телефон я вообще на телефон никогда не снимают а это что-то меня необычное просто просто острый нож так колбаска колбаска а я вот так вот ее вдвое и прямо положу 3 по кладу три кусочка о какой бы ты ничего не брала ни овощей а здесь дождь целый день гав кав 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 к но невозможно все чаем я себе сделала смотрите вот такой вот классный бутербродик у меня получилось сейчас я вам покажу ребята вот вкусный бутерброд